Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Здравствуй, юность в сапогах! В Самаре продолжается весенняя призывная кампания. Впереди только Москва. Самарская область вырвалась в лидеры государственно-частного партнерства среди регионов. Алкоголь вне закона. Ночные продавцы расплачиваются штрафами. Время – деньги. Автолюбители могут сэкономить на получении водительского удостоверения и регистрации машины. В Самаре запускают фонтаны. Открытие сезона намечено на следующие выходные. 3,5 тысячи новобранцев из Самарской области уйдут в армию до середины этого лета. Служить придется в разных регионах страны. Около 500 человек останутся в самарских частях. Всем новобранцам на областном пункте сбора в Сызрани выдадут персональные электронные карты, где отражены 300 параметров. В том числе биометрические данные, медицинские показатели и сведения о профподготовке. Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. К работе уже приступили 45 призывных комиссий. Популярность с каждым годом набирает и служба по контракту. Ее с начала года в Самарской области выбрали более 300 человек. Из них 4 девушки. Чтобы провести этот призыв, мы провели достаточно большую работу совместно с правительством Самарской области. Были подготовлены все призывные пункты, подготовлены сборные пункты области, завезено вещевое имущество, продовольствие завезено. Проведены все инструкторско-методические занятия с врачами, с главами администрации, которые являются председателем призывных комиссий. Самарская область вырвалась в лидеры государственно-частного партнерства среди регионов России. Если 5 лет назад область занимала 25 место в рейтинге, то сегодня уже второе. Уступая лишь Москве, этот показатель учитывает не только реализованные и перспективные проекты, но и оценивает эффективность инвестиционной деятельности губернаторов. Сегодня в работе находится 64 проекта на общую сумму 58 миллиардов рублей. Частные инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в медицину, ЖКХ, дороги, сельское хозяйство, социальную сферу и спорт. Центр крови, который уже реализуется, признан лучшим на всероссийском конкурсе государственно-частного партнерства, готовы к воплощению и новые идеи. Футбольная школа, ипподром и стрелковый клуб. В прошлом году мы были третьими после Москвы и Санкт-Петербурга. И по итогам 2016 года, то есть в этом году, когда подводились итоги рейтинга, мы поделили второе и третье место с Московской области. То есть впереди нас только город Москва. Вот наше текущее значение, 82,7%. В прошлом году было 59,6%. То есть мы на самом деле не просто сделали шаг в рейтинге, но мы сделали еще качественный рывок. Средний уровень сегодня по Российской Федерации 37,5%. То есть мы более чем в два раза лучше, чем средний российский уровень. Самарцев волнует вопросы здравоохранения, ЖКХ, окружающей среды, образования. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказала уполномоченная по правам человека Самарской области Ольга Гольцова. Она представила свой доклад, посвященный соблюдению прав человека в регионе. В его основу легли социологические исследования, проведенные Самарским университетом, а также статистические данные различных федеральных и региональных ведомств, информация от некоммерческих и правозащитных организаций, обращение граждан, мониторинг средств массовой информации. Омбудсмен рассказала, что в общественной приемной члены общественных советов, адвокаты и представители экспертного сообщества ежедневно ведут прием граждан. Самолеты были его страстью, люди ответственностью. Генеральный директор Куйбышевского авиационного завода Виктор Земец был значимой фигурой не только Куйбышева, но и всей страны. Каждый апрель вот уже четверть века Земеца вспоминают возлагать цветы у его дома. Он ушел из жизни в 92-м, но память о нем жива до сих пор. Он был рожден, чтобы сказку сделать былью. Виктор Петрович Земец почти 20 лет был генеральным директором авиационного завода. При нем в воздух были подняты легендарные самолеты Ту-154. Предприятие выпускало рекордное количество машин, а количество сотрудников достигло 28 тысяч. Он очень много внимания уделял производству. И помимо того, он еще и не забывал о работниках, которые в производстве в этом работали и приносили пользу. В общем-то, да, такой человек был неравнодушный, я уже говорил, неравнодушный и незаурядный. Но не даром же он почетный гражданин города Куйбышева. Виктор Земец – это целая эпоха. Кроме производства самих самолетов, он строил жилье для работников завода, детские сады, лагеря и базы отдыха. Именно он решил построить дворец спорта на Безымянке, а также откликнулся на предложение восстановить поднятый из карельских болот самолет Ил-2. Виктор Петрович был один из тех людей, что называется, столпы истории, столпы города. Благодаря ему, в том числе и таким людям, город получал новые толчки в развитии, новые толчки в строительстве, в производстве, в процветании Самары. И сегодня мы вспоминаем Виктора Петровича, его деятельность, те большие вещи, которые он внес в процветание и развитие Самары. 17 апреля будет 100 лет со дня рождения Виктора Земица. Теплые слова о нем прозвучали от тех, кто его знал, и от тех, кто считает себя его последователем. В память о Викторе Петровиче родственники, друзья и коллеги возложили цветы у его дома. Марьяна Мирная, Станислав Левин, События. Человек-легенда принес Самаре космическую славу и историю Дмитрия Козлову вековечили в музее 90-й школы. Там открыли экспозицию, посвященную знаменитому конструктору и защитнику блокадного Ленинграда. Репортаж Олеси Корецкой. Имя Дмитрия Козлова известно всей Самаре. Конструктор, который создал ракету, поднявшую человека в космос. Но в его биографии есть не меньший повод для гордости – участия в Великой Отечественной войне. Самарские блокадники решили рассказать не только о космических, но и о военных достижениях Дмитрия Козлова. Мы должны это сделать, потому что Козлов известный человек. Человек большой буквы в том смысле, что был конструктором. Он был блокадником и он защищал Ленинград. Поэтому ему вот здесь экспозиции нам так хотелось сделать. Экспозицию создавали вместе с ветеранами ЦСКБ «Прогресс». Михаил Шум и Александр Чечен работали с генеральным конструктором рука об руку. Это был очень целеустремленный человек. Всегда настойчивый. У него железный характер. И он всегда стремился добиться поставленной цели. Что у него было – это не отнять. Что он задумал – он всегда доводил до конца. Фотографии и записи предоставил краевед Андрей Бондаренко. Он изучает биографию Козлова много лет. Ученый выразил надежду, что выставка – это только начало, и имя знаменитого конструктора будет увековечено в названиях улиц и предприятий. Город наш в долгу перед этим замечательным, выдающимся человеком. И Самарская область в долгу перед первым почетным гражданином Самарской области. Передвижная экспозиция станет частью школьного музея «Блокадный Ленинград». Его открыли три года назад. Работа над ним продолжается. В ближайшее время будет полностью готова центральная композиция – комната блокадника. А также музей пополнится памятными подарками от ветеранов ракетно-космической отрасли. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других событиях дня. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике УАЗ «Патриот» через Смышляевку. Рекопадовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопила. Двигатель машины заглох. 46-летний водитель даже не успел покинуть салон. Спасатели получили информацию о ЧП и к месту происшествия отправили поисково-спасательный отряд. Уровень воды в это время продолжал подниматься. Двое спасателей в гидрокостюмах дошли до машины и зацепили за нее буксировочный трос. УАЗ удалось вытащить на сушу с помощью тягача «Урал». С 14 по 18 апреля в Самаре перекрывают выезд на московское шоссе. Речь идет о проезде напротив торгового центра «Московский» между домами 7 и 12 на 18-м километре. Ограничение необходимо для переустройства линии электропередачи в рамках реконструкции московского шоссе к чемпионату мира 2018. Нерестовый запрет Самарской области в 17-м году начнется 1 мая, завершится 30 июня. Средневожское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству опубликовало официальные сроки весеннего запрета на добычу водных биоресурсов. Это касается открытых водоемов ниже Жигулевской ГЭС, то есть Волги в границах Саратовского водохранилища, а также малых рек, впадающих в него – Сок, Кондурча, Самара, Безинчук, Чигра. В Кубежском водохранилище ситуация иная. Так, на Жигулевском море и реке Усе до 1 мая спокойно могут рыбачить только спортсмены и любители. Для промысловиков запрет здесь начнется 15 апреля. Сегодня особенный день у православных христиан – Великая Страстная Пятница. Это самый строгий день Великого Поста. По канонам верующим нельзя употреблять еду и воду. Как гласят церковные традиции, Страстная Пятница в первую очередь – это день покаяния, молитвы и раздумий над собственной жизнью. Сегодня христианам не следует петь, веселиться, смеяться и вести активный разгульный образ жизни, а также ссориться, кричать и ругаться. Роструд напомнил работающим гражданам о дополнительных выходных, ожидающих их в мае. На 1 мая отдыхаем три дня – суббота, воскресенье 29 и 30 апреля и понедельник – 1 мая. Гню Победы россиян ждут сразу четыре выходных дня подряд. В следующем году график майских праздников заметно изменится. В Самаре продолжают бороться с незаконной торговлей алкоголем. В Октябрьском районе прошел рейд по магазинчикам и киоскам, где спиртное продают под покровом ночи. Отвечать продавцам придется по всей строгости закона – штрафами. Как оправдываются работники прилавка, услышала Марина Кравцова. Открываем, открываем, гражданин. Продавцы закрываются на замок и пытаются спрятаться от полицейских в киоске. Пару минут назад в этом ларьке молодому человеку продали пиво, а время на часах уже перешагнуло отметку 23.00. В итоге продавцы все же идут на контакт, оправдывая, что не знали о законе Самарской области, который запрещает продавать спиртное после 10 вечера. Сотрудники администрации Октябрьского района проводят разъяснительную беседу. Наше российское законодательство знать необходимо. Разговорами не ограничиваются полицейские и сотрудники районной администрации составляют протоколы о правонарушениях. Теперь предпринимателям придется заплатить штраф. Накажут и владельцев павильона на московском шоссе. Здесь та же картина. Пивом торгуют среди ночи. Продавец прячется от телекамер за стойкой. Не надо меня снимать. Зачем вы снимаете? Такие рейды администрация Октябрьского района вместе с полицейскими и общественниками проводят регулярно. Часто с жалобами на незаконную торговлю алкоголем к депутатам районных советов обращаются жители. Жители обращаются именно с теми же проблемами, которые мы выявили сейчас по поводу незаконной торговли алкогольной продукции в неустановленное ночное время. Что чревато всеми нарушениями, сопутствующими именно в ночное время. Хотя, как отмечают в районном отделе потреб рынка, в последнее время нарушений становится меньше. Этой ночью из восьми проверенных точек нарушения нашли только в двух. Но обратили внимание и на неприглядный вид киосков, где торгуют спиртным. Эту ситуацию тоже предстоит менять. Мы сейчас проводим активную работу по приведению фасадов, как зданий, так и отдельно стоящих зданий, надлежащих внешний вид, согласно утвержденной концепции. Проведена огромная работа с предпринимателями сейчас по гостевым и туристическим маршрутам. С нарушителями закона продолжат бороться и под пристальное внимание попадут те объекты, на которые жалуются горожане. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Получить водительское удостоверение или зарегистрировать автомобиль теперь можно в многофункциональном центре. При этом еще и сэкономить время и деньги. Идти в ГИБДД уже не обязательно. Достаточно обратиться в ближайший МФЦ с пакетом документов. И в течение пяти дней новое удостоверение будет готово. Записаться можно через портал госуслуг и прийти в удобное время без очереди. Кроме того, при оплате пошлиной через госуслуги предоставляется скидка 30%. Вот, например, выдача водительского удостоверения вместо 2000 рублей, если записаться через портал госуслуг в электронном виде, обойдется в 1400 рублей. Также выдача регистрационных знаков вместо 2000 рублей, также обойдется в 1400. Существует ли зебра на дорогах и как правильно обходить трамвай и автобус? Безопасное движение в центре внимания администрации Кировского района. В школах проходят интерактивные уроки по правилам дорожного движения. Их проводят совместно представители ГАИ, районы администрации и Всероссийского общества автомобилистов. На одном из таких занятий побывала Олеся Корецкая. Наезд на пешехода – самое частое ДТП в больших городах. И школьники – самые уязвимые на дороге. Руководители администрации Кировского района знают об этом не понаслышке. Больше 20 лет проработали в ГАИ. И вот теперь постоянно встречаются со школьниками и в интерактивной форме знакомят с правилами и особенностями дорожного движения. Школьники до 18 лет, не получая водительского удостоверения, они как бы не углубляются в понимание правил дорожного движения, знания поверхностные. От этого приходят неутешительные результаты – это аварийность с детьми на уличной дорожной сети. Результаты уже заметны. Количество ДТП с участием маленьких пешеходов в Самаре по сравнению с прошлым годом снизилось. Преподаватели отмечают – правила не мешают изучить и родителям, прежде чем объяснять их ребенку. Часто детям прививают искаженные знания. Вот, например, спроси любого ребенка, как правильно обойти трамвай, как автобус. Они хором прямо. Трамвай спереди, автобус сзади. Почему? А потому что, чтобы видно было, чтобы сзади видно. Почитайте правила дорожного движения. Где это написано? Это нигде нет. Теперь послушайте, как правильно. Его обходить вообще не надо. Он уехал, и все, и проблем нет. Все улыбаются, смеются, действительно, вроде. Все предельно просто. Урок по правилам дорожного движения в 157-й школе – обычное дело. Безопасности здесь уделяют много внимания. Проводят классные часы, беседы с родителями, работает отряд юных инспекторов. Каждый родитель у нас имеет памятку, как нужно правильно объяснить ребенку правила дорожного движения. И с первого по восьмой класс у каждого ребенка в дневнике вклеена схема безопасного движения в школу. Интерактивные уроки посещают школьники с первого по восьмой классы. В планах организовать встречи со старшеклассниками, разговаривать с ними не только как с пешеходами, но и как с будущими водителями. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. Во-первых, я хочу... По оптимизации объединены несколько колоний для несовершеннолетних. Закрыт один СИЗО. А для женщин под следствием открыт один на всю область изолятор на 100 человек. Живут колонии почти на полной самоокупаемости. Обеспечивают себя мясом, молоком, овощами. Выращивают цветы. А теперь занялись и творческими работами. Изделия, которые требуют творчества. Вот, допустим, в одной из колоний мы сейчас развиваем ковку. Развиваем ковку, а сегодня этот предмет востребован. Начиная, допустим, от каминных наборов, кончая там мангалами, скамейками, цветочницами. И вот это одно из направлений. У нас сегодня сильно начали развиваться, и очень много у нас к нам обращений, это по швейным изделиям. У нас сегодня практически две женские колонии полностью загружены до конца года с заказами на швейные изделия. В Самаре готовят фонтаны к летнему сезону. Пробный запуск назначен на конец апреля. Сейчас специалисты проверяют и устанавливают оборудование. Сегодня приводили в порядок фонтан у бассейна ЦСКА. За работой наблюдала Олеся Корецкая. Фонтан у бассейна ЦСКА ВВС не самый большой. Здесь циркулирует всего 138 кубометров воды. Но он сложный по форме и техническому устройству. Здесь есть подсветка и музыкальное сопровождение. Больше сотни светодиодных непромокаемых ламп проверили и сейчас устанавливают на крепление. Все детали насосного механизма на зиму снимают. Весной их моют, проверяют перед напряженной летней работой. Конечно, проверяем. Зимой проверяем, подготавливаем все это дело. А сейчас собираем. Потом будем проверять уже с пульта. Непосредственно с шуток. А у вас есть любимый фонтан? У меня? У меня все любимые. Бесперебойная работа фонтана зависит от каждой мелочи. Все форсунки должны работать как одна. Водой вместе со светом и музыкой управляет компьютер. Фонтаны к лету готовят специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Они же контролируют их работу все лето. Признаются, сложнее всего справиться с отсутствием культуры у некоторых жителей. Вот это основная проблема, что у нас люди и мусор, и там, и лезут, и купаются. А тут насадки, дети могут просто привредиться. Мусор бросают иногда столько, что приходится увозить по 10-15 мешков мусора. То есть это постоянная вещь. Ну и чертят на них, ну и прочее. Все, ездят на скейтах, на этих парапету, ломают плитку. Пробный запуск самарских фонтанов проведут 22 апреля, а в полную силу они заработают после 1 мая. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Там, где убрал сам, мусорить уже не будешь. Уверена, в советском районе студенты и школьники вышли на борьбу со старой листвой, мусором и грязью. Возле памятника шоферам и машинам навели порядок и готовы продолжать в том же духе. Вместе с ними грабли взяла Мариана Мирная. От зимы устали все и люди, и окружающая среда. И субботники – это отличная возможность помочь нашей природе вдохнуть полной грудью. А в том, что весна уже пришла, можно запросто убедиться. Посмотрите, под старой прошлогодней листвой уже пробивается новая весенняя зеленая трава. Сделаем советский район чище. С таким лозунгом в скверной пересечении 22-го портсъезда и Гагарина вышли ученики и студенты. Памятник шоферам и машинам давно стал местом встречи молодежи. И ребята с радостью откликнулись на предложение привести эту территорию в порядок. Я считаю, что субботники нужно проводить не только в апреле или раз в году. Субботники нужно проводить чем чаще, тем лучше, так как мы должны приводить свой город всегда в порядок. Это зависит от нас, людей непосредственно, потому что мы же сами мусорим здесь. Труд разделили поровну. Одни сгребают листву, вторые складывают ее в пакеты, третие подметают плитку. За пару часов площадка возле знаменитой машины полуторки и прилегающий сквер выглядят как новые. Педагоги по воспитательной работе проводят активную работу среди учеников по патриотическому воспитанию. Рассказывают о любви к родному городу, о наших памятниках. И дети охотно отзываются выходить на такие субботники. Они понимают, что там, где они убрали, они никогда не будут мусорить. Самым активным ребятам за труд во благо чистоты родного города вручили заветные билеты на концерт, который пройдет 22 апреля на площади Куйбышева. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. В Самаре финишируют хоккейный сезон. В дивизионе ветераны любительской лиги уже определились призеры регулярного чемпионата города. С теми, кому за 40 они еще гоняют шайбу три периода, познакомился наш спортивный корреспондент. Самарские новости спорта удалось со счетом 4-3. Мы, в общем-то, новая команда. Создана она в 2015 году. Но люди далеко не далекие от хоккея. Все они когда-то занимались в спортшколе. И собрались мы после 20-летнего, кто-то больше. И вот за два года потихоньку, полегоньку возвращаем в себя утраченные технические, тактические, игровые данные. Команда «Россия» тоже не из рубкова десяткам. Хотя средний возраст игроков – 50 лет. Многие в молодости увлекались хоккеем. На склоне лет решили вернуться в игру. Получилось. В городском любительском чемпионате они завоевали серебряные медали. Они уже не могут без спорта. То есть для них спорт – это, в общем-то, продолжение жизни. Мы приходим не просто на игру. Здесь как раз общаемся, получаем удовольствие. То есть и играем в хоккей. Чемпионом любительской лиги в этом году стал новичок турнира «Команда Мир». В 30 матчах – 28 побед. Одна ничья и одно поражение. Но соревнования не получились легкой прогулкой, делятся впечатлениями миротворцы. В первой половине сейчас турнира и таблица. Фактически 8 команд, они все были достаточно равные. И как бы было с ними достаточно сложно. И мы, выходя на лед, всегда у нас было двоякое состояние. Что как бы могли и поиграть, могли и выиграть. Пятый юбилейный сезон Самарской любительской хоккейной лиги стал по многим показателям рекордным. Было сыграно полторы тысячи матчей, четыре дивизиона, пятьдесят команд. А все начиналось с большой восьмерки. Из года в год, в общем-то, повышается уровень хоккея, повышается мастерство. Люди стали ходить на наш любительский хоккей. То есть Самарская любительская хоккейная лига сегодня насчитывает в своих рядах 1300 человек. Медали нашли своих героев. Впереди игры плей-офф и розыгрыш кубков и суперкубка Самарской любительской хоккейной лиги. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи. На сегодня это все. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам. И будьте участниками только хороших событий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...